В вечернем эфире радио «Элема» состоялся диалог с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым. Организатором пресс-конференции для региональных медиа выступил «Интерфакс». Агентство «Интерфакс» проводит сегодня пресс-конференцию пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Дмитрия Пескова, где выпала нам честь одному из средств массовой информации на Дальнем Востоке задать свой вопрос, потому что в Дальневосточном федеральном округе выбрано три средства массовой информации, которым предоставляется эта возможность. Вопросы мы подготовили, вопрос интересный, вопрос касается демографии, вопрос касается оттока населения и вопрос касается также развития Приморского края. Первым журналистом, который поговорил с Песковым, оказался именно ведущий шоу «Быстрого реагирования» Михаил Бровкин. Заданный им вопрос касался проблемы всего Дальнего Востока, оттока населения. Ответ пресс-секретаря президента звучал предельно понятно. Для правительства сегодня первоочередная задача – улучшение качества жизни на Дальнем Востоке, чтобы миграционный отток сокращался. Вы знаете, что уже не первый год и полпредпрезидента, и вице-премьер Трутник занимаются темой развития Дальнего Востока нашей страны. Вы знаете о беспрецедентных мерах. Их можно перечислять очень долго. Гектар бесплатный. Это и создание районов опережающего развития. Это и особые экономические условия, особые экономические зоны в ряде регионов Дальнего Востока. Дальний Восток – это безусловный приоритет. После чего Михаил Бровкин, воспользовавшись случаем, пригласил Пескова во Владивосток. Будем ждать вас на следующий год здесь, в столице Дальнего Востока, в городе Владивостоке. Ну, обязательно. Мы всегда рады бывать во Владивостоке. Действительно, Владик за последнее, наверное, десятилетие изменился кардинальным образом. Много еще предстоит сделать. Но все-таки это действительно такой красивый, комфортный европейский город. Каждый раз мы встречаемся с ним с большим удовольствием. Олег Завьялов, Кирилл Самойлов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.